Я очень люблю свою кухню, потому что на ней можно делать все. Историю религии Наталья Юрьевна изучает на кухне, потому что уверена, будь женщина хоть президентом, именно эта часть дома – ее главное рабочее место. Магистр теологии в прошлом инженер-системотехник или по-современному IT-специалист с опытом работы в 40 лет. Потому привыкла, знания должны быть систематичны, тем более, что любовь к книгам с самого детства ей прививал отец. Он всегда был с книгами, он читал прямо до самого 80 лет, поэтому он читал до самого последнего. Папа Юрий Виноградов для Натальи – пример и гордость. Библиотека отца – первый храм знаний, который открыла для себя женщина. Увлеклась настолько, что учиться не перестает до сих пор. В 62 года классическую литературу и технические учебники сменила на труды богословов. Хочу понимать то, во что верю. С этой мыслью Наталья Чернова пришла в Светский университет. С теологией, знаете, вы поучите философию. А философия нашего периода – это марксистско-ленинская философия. Поэтому марксистско-ленинская философия – это, естественно, не философия. И даже, в общем-то, небольшой, маленький, так сказать, раздел. Вот чем пришлось, вот эту философию мне пришлось самостоятельно осваивать. Две недели подготовки и Наталья поступила на бюджет дневного отделения. С одногруппниками 62-летняя студентка подружилась сразу. Я еще очень хорошо училась, меня все спрашивали. Поэтому, значит, в общем-то, относились нормально. Мы даже встречались, ходили в кафе, обсуждали проблемы. Лекции списывать давала, которые пропустили. Ну, мне же легче было. Ну, потому что я работала в это время, но мне все равно легче было. Магистратуру Наталья Юрьевна окончила в этом году, спустя 42 года после того, как получила высшее образование в Челябинске. Расставаться с теологией магистр не собирается. Для нее наука и вера теперь идут рука об руку. Альмира Низамова, Роман Фенин, Телеканал ФИР.